В борьбе с распространением новой коронавируса и инфекции подключается все новые силы. Те, у кого сформировались антитела, становятся донорами плазмы. Их кровь приобретает еще большую ценность. В ВИДЖЕНИЕ присоединяются целыми организациями. В числе лидеров традиционно и компания «Газпром Трансгастомск». Расположившись на удобном кресле в операционной, Дмитрий Барановский рассуждает о важности сегодняшнего шага. Для него это уже 20-я по счету кроводача. Так на языке медиков называется процедура. Юбилейная, улыбается Дмитрий и добавляет, первая после ковида. Сегодня его кровь поступает в аппарат, где из нее выделяют ценнейшую плазму с антителами. Переболел, сказали, титр хороший, можно помочь, так скажем, людям, которые болеют. Очень много случаев, когда тяжело проходит. Есть возможность, ну так скажем, я могу, как не врач, помочь людям. Проведение Дня Донора – одна из традиций газовиков, которая уже стала важной составляющей корпоративной культуры компании. Кровь, которая сдается, она действительно нужна. По статистическим данным, для того, чтобы обеспечить требуемое количество крови, нужно, чтобы на каждую тысячу человек было 30-40 человек. Пандемия и меры санитарной безопасности подразумевают определенные ограничения. И в этом году «Газпром Трансгаз Томск» вместо Дня Донора организовал целый марафон, который стартовал больше месяца назад и продлится до Нового года. Доноры с антителами на особым счету. Коронавирусная инфекция, она иногда протекает очень тяжело. И благоприятный исход заболевания возможен только при введении человеку антиковидную плазму. Это реально спасает жизнь человека. Донорский марафон проходит во всех филиалах компании, расположенных в 14 регионах России. Кроме этого, не прекращается и материальная помощь медикам. В регионах присутствия мы приобрели медицинское оборудование для инфекционных отделений больниц. Это первое средство индивидуальной защиты для врачей. И, конечно, медикаменты на сумму более 10 миллионов рублей. Как отмечают организаторы благотворительной акции, число желающих принять участие в ней растет год от года. И сегодня каждый шестой сотрудник компании может считать себя донором и причастным еще к одному большому делу. Алексей Смирнов, Антон Сухушин. Вести. Томск.